Нумерологи должны забыть свою собственную индивидуальность и полностью посвятить себя исследованию личности других. Перед тем, как пользоваться своей интуицией, им следует научиться быть спокойными и отрешенными. Занятие искусством нумерологии развивает терпение, выдержанность и мягкость. Опыт преподавания нумерологии научит большему, чем смогут научить книги. Информация, содержащаяся в книгах, только лишь приоткрывает окно сознания. Каждый должен работать с собственным осознанием этой информации. Информация сама по себе не есть знание, только непосредственный опыт позволяет информации стать знанием. Нумерология проста для изучения и в то же время очень приятна, подобно любому другому творческому искусству. Она учит любить окружающий мир, помогать людям и познавать законы мироздания. Все во Вселенной вибрирует на своей собственной, специфической частоте. Определив эту частоту, можно постигнуть вибрации любого материального, и не только, объекта. Следующий шаг в этом направлении – установление своеобразного «кода», качества и энергии, связанной с различными видимыми объектами. А зная такую установку, ведические провидцы могли оказывать на физические предметы особое энергетическое влияние, под действием которого объекты меняли свою форму, перемещались на значительные расстояния без видимых причин. Но что самое главное, они использовали знания числовой символики Вселенной и космоса для наиболее полного раскрытия своих способностей, самореализации и обретения духовного понимания мира. Рассматривая три своих собственных числа, души, судьбы и имени, и их взаимоотношения с числами других людей, люди должны сформировать свой собственный язык, для объяснения того, что понимают. Они должны помнить, все числа являются одновременно и хорошими и плохими. Никакое число не превосходит другое. Все числа ведут себя по-разному в различных человеческих телах, каждая со своей генетической моделью поведения. Все числа подвергаются влиянию уникальных особенностей своего окружения и коллективного бессознательного. Мы можем пытаться понять их, но не имеем права судить и категоризировать. Нумерология – это метод соединения микрокосма с макрокосмом. Занимаясь практикой, нумеролог начинает понимать влияние небесных тел на человеческое сознание и поведение. Помощью ведической нумерологии пользовались философы, ученые, религиозные мыслители, художники и многие великие люди. Все объекты материального мира соотносятся с девятью планетами. Для нумеролога планеты олицетворяют человеческие формы, и их поведение можно рассматривать как часть космической игры. Те люди, которые не позволяют себе свободы рассмотрения влияния небесных и астральных тел, не в состоянии наблюдать этой игры. Планеты для них предстают как объекты космоса, которые не влияют на физическое и ментальное становление. Для них все предсказательные науки бесполезны. Те же, у которых есть время, вера и достаточно терпения, могут наблюдать эту игру и вынести урок, который направит сознание приходящего поколения. Инспирированный знанием, что сегодня сердца людей пребывают в великом поиске, в необходимости постижения безбрежных внутренних пространств так же, как и внешних сторон бытия, я верю, что через эту книгу помогу наполнить этот вакуум логикой, смыслом, пониманием и любовью. Через священную науку ведической нумерологии многие сокровенные истины могут быть открыты, а души – успокоятся. Раскроем же вместе внутреннюю суть вещей, причины существования и вечное величие духа, нумерология – незамкнутая наука. Это только одна ветвь предсказательных наук. Чтобы стать хорошим нумероловым, надо стать зорким наблюдателем и терпеливым слушателем. В этой связи необходимо изучение физиогномики и астрологии. Нумерология намного проще астрологии и не требует утомительных математических подсчетов. Существует только три вещи, которые нумеролог должен знать – дату рождения человека, нумерологический смысл используемого имени и полную личностную информацию о рождении, дата, месяц, год. В Индии также следует знать время года рождения человека, так как это влияет на темперамент. Известно, например, что мир восприятия высоких людей отличается от восприятия людей с низким ростом. Также важное значение имеет понимание того метафизического, мировоззренческого и архетипического поля, в котором вырос и воспитывался человек, мотивы поведения буддиста отличаются от мотивов католика. В этой книге рассказывается о том, как определить свой цифровой модус, собственную нумерологическую комбинацию и коды судьбы и, учитывая специфические черты каждого числа, научиться работать с ними. Цель работы с числами – сохранение энергии. Люди, которые действуют без правильного понимания нужного момента начала работы, теряют много энергии, совершая неверные поступки. Нумерология дает понимание многих вещей, например, как выбрать правильный момент начала работы, как установить гармоничные взаимоотношения, как определить верное место жительства, тем самым экономя жизненную энергию. Метафизика чисел и мистическая арифметика пронизывают всю ведическую науку. В индусских книгах в описаниях жертвоприношений говорится, «трижды опрыскивая, он обходит, ибо три мира существуют, четырежды черпается жертвенное масло, ибо четыре ноги имеет животное». Нумерология не должна использоваться в целях достижения власти и контроля над другими. Следует заметить, что не следует с помощью этого знания и зарабатывать деньги. Использование ума для исследования личностей других людей только с целью получения денег приведет к стрессу. А бескорыстно практикуя нумерологию, вы зарабатываете себе хорошую карму. Просто угадывание числа человека может быть также интересным занятием, но гораздо более интереснее заниматься нумерологией. Комбинация чисел даты рождения указывает на присущую вам кодировку биоэнергетической матрицы, которая в призме нумерологической науки предстоит как определенный цифровой код. Спрашивая дату и день рождения человека, можно затем обнаружить, каким человеком может стать исследуемый или исследуемая. Это упражнение является также хорошим упражнением для ума. С одной стороны, оно побуждает учеников нумерологии использовать свою память, свой нумерологический информационный банк, и интуицию, с другой стороны, оно позволяет им концентрироваться на настоящем и уделять внимание современным вопросам. Ученики становятся свободными от своего собственного микромира и предпринимают увлекательное путешествие в новую личность. Числа во Вселенной выступают как бы самостоятельно, вне непременной связи с объектами. Они могут использоваться в ситуациях, которым человек как образ Бога на Земле придает сакральное значение. Через нумерологию можно исследовать все аспекты жизни в их различных проявлениях. Ученики видят, как по-разному воздействуют планеты на разных людей. Изучение этой науки требует быть всегда настороже, а также требует от исследователя прямоты, и оно также приносит наслаждение, следующее за удачным исследованием. Уникальность работы с числовыми вибрациями заключается в том, что человек начинает постигать энергию внутренних планов космоосознания посредством арифметического представления энергетических колебаний. Обращение к математическому аппарату уже само по себе означает выход из своего тела в мистическую область высшего числа Логоса для получения божественных наставлений. Нумерология связана со многими эзотерическими дисциплинами, астрологией, хиромантией, каббалой, аюрведой, потому что она подходит к изучению числа через ум и душу адепта, посредством постижения ее в символическом изображении. Применяя простые математические формулы к числам, выведенным из имени человека, его даты рождения, нумеролог может получить основные сведения о его жизни. HTTP www.edfizpuzzle.ru Если знать значение чисел и их характеристики, то можно сохранить много энергии и времени. Живой интерес к нумерологии может помочь развить память и устремленность. Нумерология позволяет также развить интуитивные способности сознания. Советы, сопровождающие обсуждение каждого числа, относящиеся к посту и драгоценным камням, основаны на аюрведе-ческих и тантрических знаниях. Следование данным инструкциям поможет создать лучшую окружающую среду для микроорганизмов, живущих в наших телах. Эти микроорганизмы выступают как рецепторы космической энергии, они служат для создания в наших жизнях гармонии. В большинстве религиозных традиций числа ассоциируются с божественными существами, например, в шиваизме само божество соотносится с абстрактной идеей числа как такового. Очарование песни, величие гимнов, страшные шумы ветра и разъяренных волн, все подчиняется одной реальности, единственному властелину, числу. Итак, нумерология может дать, лучшее понимание хороших и плохих сторон личности, метод работы с нашими собственными слабостями и слабостями других людей, интересное времяпрепровождение, свободу и бегство от личностных беспокойств, сосредоточение или метод привлечения внимания, популярность и уважение, инструмент проникновения в неизвестное, а и дружеское взаимодействие. Занимаясь нумерологией, мы развиваем, ум ученого-исследователя, бдительность исследователя, хорошую память и целеустремленность, интуитивный ум, искусство ведения и поддержания беседы. Сообщаемая нумерологическая информация предназначена для конкретного применения. Ключевым словам, позитивным, негативным и деструктивным аспектам основных значений каждого числа следует относиться очень серьезно. Это важные духовные практики, использование которых позволит значительно улучшить карму и приблизиться к постижению высшего знания. Нам приходилось очень много размышлять над вопросом соответствия числовых вибраций определенным жизненным событиям и над их глубокой эзотерической связью. Эзотерическая наука стала такой же частью нашего естества, как дыхание. По мере того, как мы с годами обретали ценный мистический опыт, занимаясь ведической нумерологией, информация относительно проблемы использования числовых вибраций для улучшения жизненного модуса человека стала постепенно классифицироваться, и, в конце концов, накопленные сведения нашли свое отображение в книге, которую вы держите перед собой. По мере продвижения в эзотерической работе, практикуемые методы становились все проще и эффективнее. В настоящий момент можно сказать, что нам удалось проникнуть в сокровенную философию числовых вибраций настолько, что можно расшифровать многие сокрытые до сих пор закономерности развития Вселенной и человеческого сознания. Мир.